Переверс закончился. Давайте начинать. Мы с вами начали большую тему. Тема звучит так. Имя существительное. На прошлом занятии мы с вами уже говорили об имени существителем и сегодня продолжим. И конкретно поговорим о поддержав имя существительного. Ответим на такие вопросы. Почему существительные изменяются по падежам, что нам нужно знать о падежах имен существительных и как же определить падеж имени существительного. Давайте вспомним. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто? что?». Имена существительные склоняются, то есть изменяются по числам и падежам. И давайте представим себе такую ситуацию. Маша пропустила несколько дней, так как болела. Пришла в школу и произошел такой диалог с ребятами. Она говорит «как же у вас дела? Чем вы тут занимаетесь?». Подбегает мальчик и говорит «я рисую карандаш». Подумала Маша. Ну, может быть, это какой-то новый вид искусства. Рисовать карандаши, ручки и другие школьные бенодетности. Ладно. Далее подбегает еще один одноклассник и говорит «расскажи каникулы». Она думает «ну, рассказать можно стихотворение или какую-то историю. Как же рассказать каникулы?». Ладно, подумала она, может быть, это та-та-та игра, что-то происходит. Тут подбегает ее подружка и говорит «это сумка Зина?». Ну, ничего себе подумала Маша, она даже дала имя сумки зачем-то. Думает, что-то с ними не так. Но тут появляется учительница и говорит «на самом деле все хорошо. Мы просто представили, что из русского языка исчезли падежи существительных». «Как тебе такая речь?» – спросила она Машу. Ну, речь стала несвязной и непонятной. Я не совсем поняла, что ребята имеют в виду. И тут появилась Зина, которая ответила на вопрос одноклассницы. «Это сумка Зины?». И справилась она. Она говорит «моя сумка». И мальчики тоже решили справиться. «Я рисую карандашом. Расскажи о каникулах». Вот теперь речь стала связной и понятной. Таким образом, мы можем сделать вывод, что падежи нам нужны для того, чтобы обеспечивать связанность речи. Итак, падежи помогают выразить зависимость между словами. У нас есть именительный падеж, который обозначает того, кто совершает действие. И есть косвенные падежи. Они показывают нас связь между словами. Так, дальше. Так, извините, пожалуйста. Давайте вспомним падежи имен существительных. Для того, чтобы запомнить порядок падежей, мы можем использовать такие предложения. Вот такое шуточное стихотворение мы можем использовать для того, чтобы запомнить падежи. Так, далее. Есть еще одно предложение, которое может помочь нам. Да, Ярослав, верно. «Иван рубил дрова, Барвара топила печь». Да, с помощью этого предложения мы тоже можем запомнить порядок падежей. Так, молодцы. И давайте теперь разберем каждый из падежей. Первое – именительный падеж. Печенье отвечает на вопросы «кто?», «что?». И у нас есть слово «подсказка». Это слово «есть». Есть «кто?», «что?». Например, «код», «лампа», «окно». Обратите внимание, что предлоги с этим падежом не сочетаются. Например, «вот печенье», «даша съест его». Печенье и «даша» – эти существительные у нас употреблены в именительном падеже. Так, далее, родительный падеж отвечает на вопросы «кого», «чего» и вспомогательное слово «нет». «Нет кого» или «нет чего?», «нет кота», «лампы», «окна». Этот падеж у нас употребляется со многими предлогами. Например, предлоги «от», «до», «без», «с», «у», «вокруг», «около», «из», «на», «для» и так далее. И давайте вернёмся к нашей истории. У тебя нет печенья, но это было печенье Даши. Давайте обратим внимание на выделенные слова. У тебя нет чего? Печенья, родительный падеж. Но это было печенье кого? Даши, тоже родительный падеж. Далее, дательный падеж. Вспомогательное слово «дать» и вопросы «кому», «чему». «Дать кому», «чему» употребляется только с двумя предлогами. Это предлоги «к» и «по». Так, например, дать коту, лампе, окну. Отдай печенье Даши или я всё расскажу учителю. Опять же, обращаем внимание на выделенные слова. Даши, кому? Отдай кому вопрос. Или я всё расскажу кому, учителю. Оба существительных у нас в дательном падеже. Далее, винительный падеж. Он отвечает на вопросы «кого», «что». И вспомогательное слово у нас «вижу». «Вижу кого» или «вижу что». «Вижу кота», «лампу», «окно». Предлоги, которые употребляются с этим падежом, у нас здесь в рамочке. Предлог «в», «на», «за», «про», «через». И возвращаемся опять же к нашей ситуации. Я заметил вашу ссору. Борис, отдай печенье. Я заметил «что» ссору. Борис, отдай «что» печенье. Оба слова у нас в венительном падеже. Следующий падеж – творительный. Отвечает на вопросы «кем», «чем». Здесь вспомогательное слово «горжусь». «Горжусь кем» или «горжусь чем». Например, «котом», «лампой», «окном». Предлоги, с которыми употребляется этот падеж. «С», «над», «под», «за», «перед», «между». Мы с Дашей помирились. Мы помирились с кем? С Дашей. Творительный падеж. Я поделилась печеньем. Я поделилась чем? Печеньем. В первом случае у нас еще появляется предлог «с», во втором у нас без предлога существительное в творительном падеже. И последний, шестой падеж – предложный. Он отвечает на вопрос «о ком?», «о чем?». И можем использовать вспомогательное слово «говорю». «Говорю о ком?» или «говорю о чем?». «О коте», «о лампе», «об окне». Используются такие предлоги, как «о», «об», «на», «в», «при». Например, «будем помнить о дружбе», «забудем об этой истории». «Будем помнить о чем?», «о дружбе», с предлогом «о» у нас. Обратите внимание, этот падеж употребляется. «Забудем об этой истории», «забудем о чем?», «об истории». Тоже предлогный падеж и предлог «об». Так, хорошо. Обратите внимание, что раньше в русском языке было семь падежей. Был еще звательный падеж. Он использовался для обращений. Например, «сыне», «иване», «отче» – это звательные падежи. То есть, когда мы к кому-то обращались и звали кого-то. И также в стихотворении, в сказке Александра Сергеевича Пушкина «Золотой рыбке» я думаю, вы помните такое выражение, фразу такую. «Чего тебе надо в нас старче?» Вот как раз-таки старче – это форма звательного падежа. Сейчас сохранились некоторые формы, например, «господи», «боже» и так далее. Но их очень мало. И, соответственно, звательный падеж тоже перестал существовать. Так, что касается определения падежа. Очень важно правильно определить падеж, потому что от падежа может зависеть правописание существительного и его функция в тексте. Например, «подойти к подруге». «Подойти к кому?» – к подруге. Дательный падеж окончания «е». Книга «кого?» – подруги. Родительный падеж окончания «и». Этот фильм интересен. Фильм в данном случае у нас подлежащее, а подлежащее чаще всего выражается существительным, выменительным падеже. И второй пример. «Я посмотрел фильм». «Я посмотрел что?» Винительный падеж «фильм». Это уже у нас будет дополнение. То есть верно определенный падеж нам помогает определить окончание существительного и то, каким членом предложения это слово будет являться. Но как же определить падеж существительного? Первое, что нам необходимо сделать, это найти слово, от которого зависит существительное. И поставить вопрос от этого слова к существительному. Таким образом мы определим падеж, далее окончание и синтаксическую функцию. То есть нужно уметь правильно расставлять вопросы. И давайте посмотрим. Как я уже сказала, именительный падеж обычно имеет подлежащее. И от подлежащего мы не можем поставить... К подлежащему, точнее, извините, мы не можем задать никакой вопрос, потому что это независимое слово. Оно может быть только связано со сказуемым, так как это два главных члена предложения. Грамматическая основа. Например, дом стоит на окраине. Дом – это подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. Дом что делает? Стоит, связанное со сказуемым. Дети нашли этот дом. Дети подлежащее в именительном падеже. Дети что сделали? Нашли. Это сказуемое. Мы видим, что наши подлежащие, опять же, связаны со сказуемым. Но есть еще одно существительное. Дом. Дети нашли что? Дом. Мы ищем слово, которому мы можем задать вопрос. Нашли что? Дом. Это вопрос вименительного падежа. Значит, наше дополнение выражено существительным в именительном падеже. Так, хорошо. Дальше. Обратите внимание, что у каждого падежа у нас два вопроса. К одушевленному существительному и неодушевленному. Но для того, чтобы верно определить падеж существительного, нужно пользоваться сразу двумя вопросами. Давайте посмотрим это на примере. Вчера я встретил друга. Вчера я встретил кого что? Друга. Это вименительный падеж. Кого что? Это книга друга. Друга кого? Чего? Книга кого чего? Друга. Это уже родительный падеж. В этих падежах у нас один вопрос повторяется. Кого? Но вторые вопросы отличаются. Именно поэтому для того, чтобы верно определить, нужно сразу задавать два падежных вопроса. И тогда вы не допустите ошибок. Особенно необходимо быть внимательным с именительным, родительным и именительным падежами. Потому что у них, как я уже сказала, повторяются вопросы. Вот давайте посмотрим еще один пример. Учителя спросили о задании. Спросили кого? Что? Учителя. Это вименительный падеж. А в предложении в классе нет учителя, нам подойдут вопросы кого, чего. Нет кого, чего. Учителя. Это родительный падеж. Вопросы очень похожи. Но когда мы задаем второй, мы точно можем определить падеж. То же самое в следующем примере. Учебник лежит на столе. Лежит кто что. Учебник. Именительный падеж. Плюс мы с вами говорили о том, что существительные, которые стоят в именительном падеже, они называют предмет, который действует, который совершает какое-то действие. Поэтому здесь у нас именительный падеж, и это будет подлежащее. А Маша взяла учебник. Маша взяла кого, что. Это вименительный падеж. Хотя формы у нас одинаковые. Учебник, учебник. Но вопросы разные. Так. Также обратите внимание, что если у нас существительное употребляется с предлогом, а такое часто встречается, да, вы с вами видели, как много предлогов используется в каждом падеже, практически в каждом. Если существительное употребляется с предлогом, то предлог будет входить в этот вопрос. Я поговорил с другом. Я поговорил с кем, с чем. С другом. Творительный падеж. Учебник лежит на моём столе. Учебник лежит на ком, на чём. На столе. Предложный падеж. То есть всегда у нас предлог, который есть в предложении, он будет входить в вопрос, который мы задаём к этому слову. Будьте внимательны. Некоторые падежи отвечают на особенные вопросы. Например. Жить в городе. Жить где? Предложный падеж. Пойти куда? В школу. Винительный падеж. Слезть со стола. Родительный падеж. Слезть откуда? Однако. Такие вопросы задавать нельзя. При определении падежей мы пользуемся только падежными вопросами. Мы не пользуемся вопросами где, куда, откуда и так далее. Получается. Жить в городе. Жить в ком, в чём. Пойти в школу. Пойти в кого? Во что? Слезть со стола. Слезть с кого? С чего? И таким образом мы сможем определить падеж. По вопросам где, куда и откуда вопрос по падежам определить не сможем. Итак. Что нам необходимо запомнить? Именительный падеж отвечает на вопрос кто, что и используется с вспомогательным словом есть. Их можно использовать, эти слова, для того, чтобы правильно определить, помочь. Употребляется без предлогов. Все остальные падежи называются косвенными. Все, кроме именительного. Родительный падеж. Нет кого, чего. И предлоги. От, до, без, с, у, вокруг, около, из, на, для. Дательный падеж. Дать, кому, чему. Предлоги к, по. У дательного падежа всего два предлога. Винительный падеж. Вижу кого, что. Предлоги в, на, за, про, через. Творительный падеж. Горжусь кем, чем. С, над, от, за, перед, между. Предложный падеж. Говорю о ком, о чем. О, о, на, в, при. Вот с такими предлогами употребляется предложный падеж. Знать вопросы предлогов и уметь их различать очень важно, потому что в очень многих правилах у нас используется падеж. Да, поэтому это нужно сразу запомнить. Так, хорошо. Теперь давайте проведем, как обычно, несколько опросов. Ответим на несколько вопросов по этой теме. И перейдем к следующей. Так, минутку. Вам будет предложено, как обычно, несколько вариантов ответа. И вам необходимо будет выбрать ложные варианты. Внимание на формулировку задания. Их будет несколько. Так, пожалуйста. Первый вариант. В русском языке выделяется 6 падежей имени существительного. Второй. В существительном и в венительном падеже отвечают на вопросы кого, чего. Третий. В существительном и в творительном падеже отвечают на вопросы кому, чего. И четвертый. В существительном и в предложенном падеже отвечают на вопросы о ком, о чем. Так, завершаем. Посмотрим. Первое. В русском языке выделяется 6 падежей имени существительного. Это верный вариант ответа. Конечно же, их 6. Я говорила о том, что было когда-то 7, назывательный падеж был, но сейчас его нет. Так, нам не подходит вариант. Далее. Существительные в винительном падеже отвечают на вопросы кого-чего. Большинство выбрало этот вариант. Один из. Так, хорошо. Напишите, пожалуйста, на какой вопрос отвечает этот падеж. Винительный. Угу. Кого что? Конечно. Молодцы. Значит, этот вариант ложный. Это утверждение нам подходит. Следующее. Существительные в творительном падеже отвечают на вопросы кому-чему. Многие тоже выбрали этот вариант как ложный. Действительно, это неправильно. На какие вопросы отвечает творительный падеж? Угу. Кем-чем. Верно. Молодцы. И последнее. Существительные в предложенном падеже отвечают на вопросы о ком, о чем. Это верно. Получается, у нас тут варианты ответа 2 и 3. Это ложные утверждения. Так, молодцы. Те, кто ответили верно. И давайте перейдем к следующему. Вам предложены 4 фразы. Вам необходимо выбрать фразу, которая существительная стоит не в форме родительного падежа. То есть, 3 из 4 выражений, в них существительные употреблены в форме родительного. Необходимо выбрать то, в котором существительное стоит не в форме родительного падежа. Так, хорошо, давайте завершать. Итак, родительный падеж у нас отвечает на вопросы кого-чего. Нет кого-чего. Первое. Лучи солнца. Лучи кого-чего солнца. Родительный падеж. Приехать из школы. Мы с вами говорили, что вопрос откуда использовать нельзя. Поэтому приехать из кого-чего из школы. Родительный падеж. Встретить маму. Встретить кого-что. Это у нас линительный падеж. И обойти вокруг столба, обойти вокруг кого-чего, это опять же родительный падеж. Получается верный вариант. У нас третий. Встретить кого-что. Так, хорошо. Следующее задание. Но очень похоже на предыдущее. Опять же, 4 фразы. Необходимо выбрать фразу, в которой существительная стоит не в форме венительного падежа. Завершаем. Давайте начнем с последнего. Четвертая. Схватить за ухо. Схватить за кого-что за ухо. Это венительный падеж. Обнять кого-что друга. Венительный падеж. Капнуть на кого-что на рубашку. Венительный падеж. Написать на кого-что не подойдет. На ком, на чем. Это у нас предложный падеж. Поэтому первый вариант у нас верный. Здесь у нас существительность не в форме венительного, а в форме предложного падежа. Хорошо. Большинство выбрали верный вариант ответа. Молодцы. А мы продолжаем. Следующая тема, о которой мы с вами поговорим, тоже касается падежей. Ничего страшного, Анна, в следующий раз постирайтесь быстрее. Далее. Далее. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Мы с вами ответим на такие вопросы. Какие окончания имеют существительные в разных падежах. С какими трудностями мы можем столкнуться при склонении существительных. И как узнать правописание гласных в падежном окончании. Давайте вспомним, что имена существительные склоняются, то есть изменяются по числам и падежам. И когда мы склоняем существительные, у него меняется окончание, соответственно появляются падежные окончания. Они так и называются. Что касается склонений. На прошлом занятии мы с вами говорили, что все существительные склоняются по-разному. Поэтому они делятся на три склонения. К первому склонению у нас относятся существительные женского и мужского рода, которые имеют окончание а-я. Например, зима, маша, дядя. Ко второму склонению мы относим существительные мужского рода с нулевым окончанием. Например, футбол, конь. И существительные среднего рода с окончанием о-е. Лето, небо и так далее. К третьему склонению относятся только существительные женского рода с нулевым окончанием и мягким знаком на конце. Например, существительные радость, осень, мышь и так далее. Это то, о чем мы уже с вами говорили, то, что нам знакомо. Иногда нам сложно определить падежные окончания существительных. И давайте послушаем вот такую историю. Ребята решили поиграть в агентов и придумали такую историю. Такой вариант. Один мальчик смотрит и говорит ему, что другу своему, что он видит, а тот записывает. И вот видим, как Паша смотрит в бинокль и видит. Маша записывает, что это тетрадь. Петя стоит на аллее. А две девочки стоят и что-то обсуждают. Скорее записывай. Я вижу, что они делают. Вижу других участников нашей игры. Ну и Дима все это записал. И давайте посмотрим, что же у него получилось. Тут приходит учитель и говорит, что нам срочно нужны курсы повышения шпионской квалификации. Наш секретный агент почему-то не в грамоте. А что же тут не так? И вот ребята зачеркнули гласные, которые написаны неверно. И это оказались гласные в окончании существительных. Давайте разбираться. Давайте понаблюдаем до начала за склонением существительных. Вот у нас есть существительное первое склонение ручка. Существительное второе склонение учебник. И существительное третье склонение тетрадь. Давайте посмотрим, какие же окончания у них будут без склонений по падежам. Именительный падеж ручка. Родительный падеж ручки. Дательный падеж ручке. Винительный падеж ручку. Творительный падеж ручкой. Предложный падеж о ручке. Второе склонение учебник. Учебника, учебнику, учебник, учебником, по учебнике. Третье склонение существительного женского рода. Но любое окончание есть признак на конце. Тетрадь, тетради, тетради, нет чего тетради, дать чему тетради. Одинаковое окончание. В винительном тетрадь, в творительном тетрадью, в предложном о тетради. Обратите внимание, какие же окончания представляют трудности. Чаще всего трудности возникают в написании окончаний «е», «и», так как они при произношении практически не различаются. Итак, давайте посмотрим. Окончание «е» у нас пишется в существительных первого склонения в дательном падеже. «Вернуться к кому чему». Задача «пройти по кому чему», по аллее. «Улыбнуться к кому чему», семье. Задача – существительное первого склонения. Аллея – существительное первого склонения. Семья – тоже существительное первого склонения. И обратите внимание, вот здесь тоже у нас первое склонение, ручка. И даже у этого существительного будет окончание «е». То есть у всех существительных первого склонения в дательном падеже будет окончание «е». Например, «бабушка» – нинтенник падеж, «к кому чему», «к бабушке». Также окончание «е» будет писаться в существительных первого и второго склонения в предложенном падеже. Обратите внимание, опять же, на нашу табличку. «О ручке» – первое склонение, «об ученике», второе склонение, одинаковое окончание «е». «О ком, о чем», «о бабушке», «о счастье». То же самое, играть на рояле, расти на клумбе, говорить о «дее». Играть на «ком, о чем», расти на «ком, о чем», говорить о «ком, о чем». Так, окончание «и» у нас пишется в существительных первого склонения в родительном падеже. Опять же, обратите внимание на наш пример. «Ручки», «решение кого, чего», «задачи», «идти мимо кого, чего», «аллеи», «поездка кого, чего», «семьи». И то же самое с существительным «бабушка», «нет кого, чего», «бабушки». Также окончание «и» мы будем писать в существительных третьего склонения в родительном, дательном и предложенном падеже. Обратите внимание, опять же, на наши примеры первые со словом «тетрадь». Тетрадь – существительное третьего склонения. Родители, датели, предложенные, одинаковые окончание «и». В третьем склонении вообще не пишется «е» в окончании. Обратите внимание, тут либо «и», либо «ю» в творительном падеже. Так, «норка», «кого», «чего», «мыши», «родительный падеж», третье склонение, окончание «и». Радоваться кому, чему, дательный падеже, жизни, окончание «и». Писать в ком, чём, тетради, предложенный падеж. В третьем склонении окончание «е» у нас вообще не встречается. Итак, что нам нужно знать, чтобы не ошибиться? Первое, на что мы отвечаем, в каком склонении относится имя существительное и в каком падеже стоит имя существительное. И тогда мы точно узнаём окончание. Но есть особенные существительные, куда же без исключения в русском языке. Давайте обратим внимание на существительные лекции, санаторий и питание. Как же склоняются они? Они склоняются иначе. Лекция в именительном. И далее. Лекции. Нет кого, чего лекции. Дать кому, чему лекции. Вижу кого, что лекцию. Горжусь кем, чем лекции. Говорю о ком, о чём. О лекции. То же самое. Санаторий. Санаторий я. Санаторий ю. Санаторий. Санаторием о санатории. Питание. Питание я. Питание ю. Питание е. Питание ем о питании. Обратите внимание, что эти существительные склоняются не так, как предыдущие. А окончание у них не похоже. Всё потому, что существительные, которые оканчиваются на и. И я. И я. Они склоняются иначе. У них будут другие окончания. У них появляется гораздо больше и. И давайте посмотрим. Окончание и пишется. Если существительные оканчиваются на и. И я. И я. И у них получается как бы удваивается буква и. Мы убираем и краткое. Я е. И получается две и. И давайте посмотрим ещё пример. Передача об армии. В предложенном падеже у нас в словах на и. И я и я будет писаться и. Сказать об условии. Попросить о гербарии. О ком, о чём. В предложенном падеже пишем и. И я. Так. Будьте внимательны. Есть слова, которые оканчиваются на и. И я. А есть слова, которые имеют на конце мягкий знак е. Например. Думать о варенье. Думать о ком, о чём. Это тоже касается предложенного падежа. Образовано от существительного варенье. Поэтому такое же окончание остаётся. Думать о варенье. Мечтать о веселье. То же самое. Веселье оканчивается на мягкий знак е. И будет такое же окончание в предложенном падеже. Грохоть в ущелье. То же самое у нас тут. Образовано от такого же существительного мягкий знак е. А вот следующие примеры. Думать о наказании. Мечтать о везении. Камень в углублении. Наказание. Везение. Углубление. Существительное в именительном падеже имеет окончание и е. Поэтому в предложенном падеже думать о ком, о чём и наказании. Мечтать о ком, о чём и о везении. Камень в ком, в чём и в углублении. В предложенном падеже все эти существительные будут иметь окончание и, и. Так как мы с вами говорили, что вот здесь у нас было и е. Е у нас уходит и удваивается и. Особенно это касается предложенного падежа. Так, что нам необходимо запомнить из этого правила? Чтобы правильно определить падежное окончание имени существительного, мы должны знать склонение существительного и его падеж. И тогда нам будет очень просто определить окончание. Е в окончании мы пишем в существительных первого склонения в дательном и предложном падеже. И у существительных второго склонения в предательном падеже. Окончание и у нас будет у существительных первого склонения в родительном падеже и у существительных третьего склонения в родительном, дательном и предложном. Окончание и также пишется в существительных, которые оканчиваются на и, 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 в предложном падеже. Также очень важно и необходимо запомнить у существительных третьего склонения, в который женский род, нулевое окончание, мягкий знак на конце. У них не может быть окончания е вообще никогда. И у существительных, которые оканчиваются на мягкий знак е, в предложном падеже, окончание е, варенье, ущелье и так далее. Так, хорошо. Теперь давайте опять же проведем опрос и посмотрим, как мы усвоили эту тему. Так, опять же вам будет предложено несколько высказываний. Необходимо будет выбрать верное. Так, пожалуйста. Первое. Все существительные в предложном падеже заканчиваются на е. Второе. Существительные третьего склонения не могут иметь окончание е. Существительные третьего склонения в предложном падеже имеют окончание е. И последнее. Существительные первого склонения не могут иметь окончание е. Внимательно читайте задание, вспоминайте. Можете подобрать существительное вопрос, склонять его, посмотреть, какое будет окончание. Хорошо. Завершаем вопрос. Так, первое. Все существительные в предложном падеже заканчиваются на е. Некоторые выбрали этот вариант ответа, однако это ложный вариант ответа. Некоторые имеют окончание е. Так, существительные третьего склонения не могут иметь окончание е. Конечно же, это верный вариант ответа. К сожалению, немногие его выбрали. Мы с вами говорили, что существительные третьего склонения имеют только окончание е. Окончание е у них нет. Так, далее. Существительное третьего склонения в предложном падеже имеет окончание е. Этот вариант неверный. Третьего склонения в предложном падеже имеет окончание е. Так же, как в родительном и в датнем. Так, и последнее. Существительные первого склонения не могут иметь окончание е. Это неверно. Существительность первого склонения в родительном падеже будет окончание «и». Хорошо, я понимаю, что эта тема достаточно трудная. Склонение нужно знать для того, чтобы верно определить вопросы падежей и склонения. Это очень важно. Хорошо, следующее задание. Выберите словосочетание, в котором сделана ошибка. В этом вам тоже поможет знание склонений, знание падежей и какие окончания, в каком склонении, в каком падеже имеем. Завершаем. Первое. Сидеть в грязи. Грязь. Существительность уменьшена падежей в местном числе. Имеет мы любое окончание, мягкий знак на конце, значит это третье склонение. В третьем склонении мы с вами говорили, не бывает окончания «и». Сидеть в ком, в чём, предложенный падеж, окончание «и». Здесь всё верно. Рассказывать о подруге. Рассказывать о ком, о чём, также предложены падежи. Подруга, существительное первого склонения, относится, так, падеж мы определили с вами в предложении. Первое склонение в предложенном падеже у нас имеет окончание «и». Всё верно. Третье. Жить в Австралии. Австралия. Это существительное имеет окончание «и», а мы с вами говорили, что существительные, которые оканчиваются на «и», «и», «я», «и», имеют другое, другие окончания, склоняются иначе. И в предложенном падеже «жить в ком, в чём», не «где», а «в ком, в чём», имеют окончание «и». В этом и будет у нас ошибка «жить в Австралии». В большинстве выбрали этот вариант ответа, молодцы. И последняя страница тетрадь «и», страница «кого, чего, родительный падеж», тетрадь, третье склонение, существительное третьего склонения, окончание «и». Здесь всё верно. Так, хорошо, молодцы те, кто выбрали верный вариант ответа. На этом наше занятие оканчивается. Всем спасибо за участие. До следующей недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok